Когда ищущийся английский писатель, Вальтер Скотт, в дружно-смертном фонаре, попросил сына, «Сын, дай мне книгу! Какую отец просил нашла?» И он умирающий, и поднялся, и сказал, «Дитя моё, есть только одна вида в ней, эта книга книг». Эти слова стали последними в его жизни. Этому шаблонскому писателю наверняка было известно о том, как же много книг на свете было. Но он безобилизованно заявил об одной книге, подчеркивая её уникальность. Так в чём же особенность этой книги? Библия уникальна своей богодухновенностью. Её первоначальным актором является неизменный бог. А Слово Божье — это седьмом Слово Библии. Очень точно передаёт то, что эта книга для себя представляет. То есть Слово Божье. Слово Бога, как известно, обладает горческой силой. Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явил. На протяжении многих веков верные мужчины и женщины рисковали своей жизнью, принимаясь так, как написано в Библии. Некоторые даже давали своей жизни за верность священным писаниям. Сегодня Библию можно купить везде, в любом книжном магазине. Каждый год издаётся более ста миллионов Библии. А библейское приложение в телефоне есть у каждого. Многие люди полагают, что важно иметь Библию дома. Но кто из них её читает? Размышляет над ней? Исследует её наставления? Иудеи и Библии были именно такими людьми. Здешние были благопыстреннее и веселые письма. Они были слишком совсем усерднее, ежедневно разбирая писание. Точно ли это так? И мы тоже сможем с вами так поступать. Ежедневное чтение Библии и молитвное размышление являются основанием нашего духовного Бога. Если мы не соединяемся с Небесами, мы не можем духовно возрастать. У нас с вами есть бесценное преимущество. Каждый день обращаться к Богу, зная, что Он желает общаться с нами. На свете книг не перечесть о нашей жизни, нашем быте, но лишь в одной благая весть звучит несчастая Изабетта. В той книге все, что нужно нам, чтобы быть душеско согреты. А на дорогах к небесам нам освещают ярким светом. Та книга — компас на пути. Та книга — наш путеводитель, чтобы могли бы перейти с земли в небесную обиде. Она зовется на путь святой, где благодать рекой льется. Какое же имя книги Торик? Та книга в Библии зовется сокровищем, которое мир не может любить. Она не только приносит мир и твердую надежду на пущие, но и укрепляет ум и дает нам мощное оружие против неверия. Кроме того, она открывает ряд кущих и указывает на необходимые приготовления для встречи с ним. В 1947 году у мертвого моря были найдены свитки пророком Исаевым. Бедуинский мальчик, пастух Мухаммед, искал потерявшуюся овечку. И вот, бросив камень вращебину скалы, он услышал звук бьющегося глиниевого сосуда. Спустившись по вращебину, он обнаружил стоявшие на полу пещер большие сосуды, в которых находились обернутые дневное полотно кожаные свитки. Они хранились там почти 1900 лет. Это было величайшее наоборот. Тексты были сверены и оказались абсолютно точными с нынешними текстами. Археологические раскопки подтверждают достоверность событий, обычаев и жизни людей, описанных в Ветхом Завете. О том, что Библия достоверна, говорит и то, что Бог исполняет все то, что Он сказал через порогу. За много лет Бог говорил о тех событиях, которые произойдут в Израиле. Он также говорил о Спасителе и о конце времени. И вот одно из порогов, честно говоря, и о судьбе древнего города Терри. Оно было предсказано через 10 дней за 580 лет, еще до Рождества Христова. Историки, изучившую судьбу города, подтвердили, что действительно царь на выходоносах действительно разрушил город. На тир пошли многие народы к войне. И в 323 году до н.э. Александр Македонский разрушил старый тир и превратил его в голую скалу. Город тир больше никогда не будет построен. Бог в точности исполнил свое спорное. Бог также через порогов, как говорил о пришествии Мессии, то есть о Спасителе, который спасет всех людей от них Бога. Это говорилось в Исайе 7,14 и исполнилось в Луге 7,16 в стихе. Господь также говорил, что Сыну Божьему нужно будет пострадать от Христии. И вот 29 пророчеств, произнесенных в разные времена, на протяжении 500 лет, исполнились в один день. Это пророчество о предательстве, суде и смерти, потребении Иисуса Христа. Вот одно из пророчеств, что он будет распяться с Бойником, указано в Исайе и исполнилось в Матфее 27-й момент. Абрам Клинка, 16-й президент США, говорит так. Я убежден, что Библия является наилучшим поддаком, которым Бог когда-либо надеял в человека. Все наилучшее от Спасителя мира передается нам через эту книгу. Много лет назад на небольшой острове в Тихом океане были выброшены моряки с английского корабля, потерпевшие корабли врушение. И вот капитан корабля нашел хороший прием к кижине вождя туземца. И вот, зайдя к кижину, увидев лежащую на старой Библию, этот моряк капитан не мог держаться и начать возмущаться, увидев Библию. Он сказал, да вы что, в моей стране ни один просвещенный человек не верит в эту Библию. Туземец красиво и спокойно сказал, капитан, эта книга сегодня спасла тебе жизнь. Раньше, когда у нас не было Библии, и мы ничего не знали про любящий Бог, ни один человек, выброшенный на берег, не оставался живым. Но с тех пор, как она у нас появилась, мы научились убить ближнего как своего права. Итак, Библия – это насущный хлеб для каждого дня, а не тортик для особых случаев. Красивое выражение, правда? Это насущный хлеб на каждый день, а не тортик для особых случаев. Нельзя следовать Библию без молитвы, не попросив водительства Святого Духа. Будучи христианином, адрентистом седьмого дня, никогда и никому не позволяйте разубедить вас в важности ежедневного исследования Святого Солма. Вспитывайте себя в глубокии истинно писания и наставления, содержащиеся в трудах духа пророчества. Ваша духовная жизнь обогатится безменно. Когда мы общаемся с Богом, Он преобразовывает нас, как Он сделал это с Еноома, когда мы будем приходить к Нему ежедневно. Много работаем, Ено неизменно поддерживал общение с Богом. И чем многочисленнее и труднее были Его дела, тем более постоянными и ревностями были Его молитвы. Он ходил и проводил время в уединении, испытывая голод и жажду по Божьему Слову. В результате такого общения с Богом Ено и все больше и больше отражался в божественный образ. Мы тут же с вами, так же должны ходить с Богом. И когда мы будем делать это, то наши лица будут освящены блескам Его присутствия. Мы будем говорить о Его силе, произнося к Богу Богу. Бог есть Господь. И благословим нам Слово Господне. И вознесенными в конце времени будут те, кто поддерживает общение с Богом и на этой земле. Каким удивительным преимуществом мы обладаем, общаясь с Богом каждый день через предоставленные им средства. И как радость нас познавать, что от нас же Он придет, чтобы забрать всех нас домой. Хелин Адамс Келлин была абсолютно слепой и все же прочитала больше книг, нежели большинство зрячих людей. Она сама написала семь книг. Она была умностью глуха и все же радовалась музыке больше, нежели тех, кто с мужа слышал. И вот в течение девяти лет она была нема, и все же она научилась говорить и проводила проводить лекции даже в каждом штате, а также и других странах во всего мира. Хелин Адамс Келлин образилась в 1880 году. Она была абсолютно нормальной ребенком. И впервые, в первые 18 месяцев жизни она могла видеть, слышать и даже начала произносить несколько слов. Но вдруг ее поразила страшная парадка. которая сделала ее глухой и слухой. И вот когда Хелин была 10 лет, в ее жизни появилась Энн Салиман. Это была особая учительница. И постепенно путь общения с окружающим миром был открыт для ее. А связание стало настолько сильным, что она могла понимать, что говорили ее друзья, слегка припасаясь к их губам. И если она пожимала вам вторую, она могла вспомнить об этом человеке через рука, рожать их сквозься двор. Ее жизнь вдохновила тысячи людей, у которых были какие-то либо отправления. И вот однажды отец ведущий спросил ее, скажите, да какая же ваша книга самая любимая? И, конечно же, она сказала, в Библии с энтузиазмом ответила она, это самая чудесная книга на свете. Она чудесна. 19 марта 1936 года судно Ангара с грузом Маргинса плыло к берегам Турции. Была ясная погода, море было совершенно спокойным, а плавание крокодила благополучно. Но вот вдруг 20 марта в 18 часов 50 минут судно с полного хода вскочило на подгонные тренинги и протаранило корабль. Через короткий промежуток времени машина деления выгла залетом в ладони. Несмотря на примятые меры, по раздрустке судно сцепи его спасти, через несколько дней судно переломилось пополам и утопило. К счастью, людям вышли на корабле, удалось всем спастись. И вот начали же все-таки выяснять, что же, почему же произошла такая серьезная авария в хорошо известном месте и при каких условиях это произошло. И все-таки оказалось, что все было очень просто и грустно. У капитана было три помощника, которые он доверял. И вот каждый из помощников, заступая на рамки, невнимательно сберял местное нахождение судна судовыми партами. Ни один из них не проверил курс, в котором шло судно. И когда лавату заступил старший помощник, он проверил курс и местное нахождение судна, но ошибся в расчетах пять дней. Ни один мудрый капитан не отправится в плавание и не взять с собой карту, которую он должен внимательно изучить течение плавания и часто сверять с местом, где судно в данный момент находится, чтобы благополучно добраться до цели. Если только члены команды корабля были внимательны, то корабль не наткнулся в нариф и может еще долго в плаву помолять. И на данный и мы, как этот корабль на горах, можем в нашей жизни наполкнуться на лифы, которые мы заранее можем не заметить, но они будут сильно нам повредить. Бог, как любящий отец, позаботился об этом. Есть особенная книга, которую мы можем назвать жизненной партой для нашей жизни. Это книга Библия. В ней есть все инструкции для нас. А теперь внимание нашим ютным друзьям. История для вас. Как-то раз мама послала своего маленького сыну Степку. Где наша Степка? Он служит. И вот когда раз мама послала маленького Степку в магазин купить мыло. Продавщица взвеси мылом хотела его завернуть. На прилавке среди лучшей старой бумаг лежала какая-то толстая книга. Это была Библия. Продавщица взяла ее руки и хотела выгодить из нее лиса. Степка, посмотрев на женщину, большими удивленными глазами. И как только ее рука коснулась первой страницы, мальчик прописли «Библия?» «Нет, тетя, что вы делаете? Это же Библия!» «Ну и что?» Возмущенно ответила женщина. «Как вы не понимаете, это же Библия! Вы собрались с нее сделать смерток?» «Да я всего лишь хочу завернуть мыло». «Да как вы можете так сделать? Разве можно ответить с Библией?» возразил удивленный мальчик. «Да что ты говоришь, умный, умный какой?» ответила женщина. «Я специально купила такую толстую старую книгу, чтобы было во что заворачивать мой товар». Стекло ему просто так оставить и продолжал высказывать свои детские соображения. «Ах, тетя, тетя, как бы я бы хотела, чтобы эта старая книга была бы моей. Это Библия. Я бы ни за что не понимала с нее ни одной странички». На это продавчат так ответила интересного покупателя. И потом сказал «Хорошо, я смогу тебя обратить в Библию, но только в том случае, если ты вернешь мне деньги, которые я за первое потратила». «Ну, мальчик, пожалуй, причем?» Библия стала совсем недорога, но в его даже не было этих денег. «Это правда?» спросила. «И сейчас быстро и разбегу домой и прошу у маму денег, которые у нас есть, только вы никому ее не отдавайте». «Да че не забыл и не обидеть больше ни одной странице?» уже с порогом крикнул довольный Стюнка. И вот приближав домой, он не смог выговорить в своем повозке. «Мама, мама, а ты знаешь, вам Библия, лавки, я могу ее купить, дай мне пожалуйста денег». Мама говорит, «Ответь нам». «Сюнка, ты же знаешь, что у нас нету денег». «Ну, как так? У нас нету?» И мальчик говорит, «Она продавщика осталась в магазине, и она обещала отдать ее денег, и с ней наверное денег, которые она потратила, которые она купила Библия. Это же совсем мало, это же всего в несколько рублей, но у нас вообще нет денег, что же делать с тобой маленький мальчик? «Степка, растерявшись, от ответа Анна, выбежал на улицу и опять направился к Лавке, и со слезами в водах на глазах он подошел к продавщице и начал говорить, «Моей маме нету денег, чтобы купить Библию, но я вас очень люблю, пожалуйста, но не рвите Библию, потому что от них я знаю, написаны слова нашего Бога». Сердце женщины сорочилось, она поводила мальчик по голове, а потом замену какой-то старой бумаги, макулатуру, но принеси ее столько, сколько весит твоя книга. Вот, не ожидалось все, не ожидалось уже такой ответ. Ему очень понравилось предложение изюйти, продающие взяло и сящее. Степан выбежал и начал ходить к соседям. Он ко всем стучался, ко всем просил бумагу, зашел одним соседем, другим, знакомым, и все, что ему что-то собирали, он был рад всему. Он собирал всю бумагу, что он хотел. И вот, пройдя улице за улицем, он всем рассказывал. Он рассказывал, что это только мать в Библию и что это живое Слово Бога. Вот, счастливый он убежал в лавку, предоставил это всем тете и говорит, вот, вот все, что я могу собрать. Женщина со злазами на глазах сказала, какой ты молодец. И рад с теткой не было границ. Это моя, это моя Библия. Рад сам прибежал домой и с порогой прибыл матью. Мама, теперь у меня есть моя Библия, настоящая Библия. А сколько книг, сколько Библии в доме у нас? Много правдок и на английском, и на русском, и на русском, на еврейском, на каком хотите есть. Но вопрос, читаем ли мой дом, цель приводит Библию на все. Мы же помним, да, что пыль на Библии это ржавчина носит. И вот, проходя итог, можно процитировать зла Иван Достоевского. Господи, что это за книга священная писания, какое чудо и какая сила даны смеху человеку, и сколько тайн разрешенных и откровенных. Люблю сию книгу, гибель народа Божьего, безбожьего слова, и божежная душа всего слова, и всякого прекрасного восприятия. Читайте Библию, потому что когда читаешь, интересно, хочешь еще, 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 то тоже может становиться. А вера, обслышание, обслышание, обслужение, Божьего, читайте. Я приглашаю вас, Мари. Дорога, Господь, спасибо тебе большое за то, что ты нас любишь, и любишь, несмотря не взяда на наш характер, на наш строптивный характер. Пусть им тебя ты прости нас, прости за то, что имея кучу книг, имея разные переводы, но так часто не ценины. А ведь в тебя бежит, и дела наши и слова пишутся на них. Господи, прости, прости за то, что ты не всегда у нас на первом месте. Прости, очисти, а мы нас, пожалуйста, садись на трон нашего сердца, сделай нам порядок, и ты царствуй в нашем сердце, Господи, дай нам и хотение, и действие по твоему благоволению. Помоги читать, коснись наших сердец и помоги нам обращаться там, где мы находимся на работе, в школе, везде, с кем мы не соприкасаемся, как этот мальчик с терпкой, Господи, помоги о тебе рассказывать, потому что люди нуждаются в тебе, людям нужно дать след, показать, что есть ты. Помоги нам, пожалуйста, быть светом в этом мире. Ты знаешь, мы пойдем на эту идею, мы не знаем с кем мы соприкаснемся, но мы очень просим, помоги нам быть светом для этого нового, помоги нам рассказывать, помоги не молчать, помоги, чтобы у нас были опыты, потому что опыты мы будем потом справлять как вам из-за берега Библии. Будь в нашем сердце, Господи, да, Богу нам желает быть с тобой, помоги нам ухватиться за твою руку и идти с тобой по жизни, не оставляя, пожалуйста, славься во всем, ибо ты достойен, поймись, иисус оброси, аминь.